Куда что ушло? Ну куда ушло? Ну почему никто не отвечает? Почему нас исключили из ВОЗ в Украину? Ну потому что масса, масса койко мест, которые к примеру есть, которые просто... Нет, потому что мы не заплатили взнос в ВОЗ. Что денег нет в Украине, чтобы заплатить членский взнос в Организации Драва Шадиде? Ну, в Чехокчинске в ГОЗ. Не заплатили взнос, нас исключили. Нет, нет, ну взнос это как бы... Я понимаю, ну это же мелочь, это мелочь. Все равно должны быть протоколы. У нас сейчас большинство, о чем мы говорили. Лечат БАДами, лечат препаратами с доказанной эффективностью, ну и это надо начинать менять, пускай оно не идеальное, до другого варианта у нас нет. Протокол должен считаться в деньгах, если ангину, мы ангину лечим, что здесь, что в Житомире, что в Ивано-Франковске, одинаково, что гайморит, везде лечит одинаково, но у нас даже в городе гайморит лечится. Да, вот именно, и врач должен отвечать, вот если он назначил, ответственности врачей нет, нет и защиты права пациента, нет защиты права врача. Ну прописать нужно, я не знаю как так сказать, я просто могу сказать. Вы просто спросите за то, что вы прописали, сколько стоит каждая процедура, правильно? Да, скажите, вот понимаете, алгоритм, есть такой алгоритм, вот я зашла в больницу, в поликлинику, что я должна делать, что я должна делать, и все четко выполнять. Детализации достаточно сейчас, в данный момент, нет, общая сейчас, общая концепция. А детализация нужна будет в любом случае, конечно же ее будут прописывать, когда уже будет концепция, потому что без приема концепции мы же ничего не понимаем. Мы сейчас тоже не можем сейчас все закрыть, сказать все, начинай с сегодняшнего дня. Нет, так закрывать мы же не будем, мы тоже закрывать и не будем. А первая медицина вся бесплатная, экстренная все равно будет бесплатной. Экстренные, я считаю, тяжелые заболевания, наследственные заболевания, которые должны быть бесплатные обязательно. Тяжелые заболевания, он онкологию государство целиком саму не потянет, ни в прямом, ни в одной стране не может потянут. Это страховка, это только страховая медицина, и все, другого варианта не будет. Я о чем говорила, с самого начала, что человек должен знать, что что-то платит государство, что-то платит он. Обязательно. Конечно, но так и прописано. Что от вас не устраивает? Мне не устраивает цифра, я хочу видеть цифры. Я хочу знать, сколько буду платить. Детализация просто. Да, конечно. Вот все это да, это все неправильно. Но и какое сопротивление, уважаемые, какое сопротивление идет со стороны не только и пациентов, и врачей. Не хотят они менять, потому что они боятся, никто не знает, что потом будет. Если я знаю, что потом будет, я знаю, что сделаю шаг, будет то-то, второй будет то-то. Я этого не боюсь. А если я не знаю, что будет потом, я буду этого бояться. Это нормально. То есть вы против того, что втородные депутаты сегодня приняли? В таком виде, когда там, я не знаю, что это будет. Мне страшно, понимаете? Мне страшно, просто страшно. Потому что я не знаю, что это будет.